Говорит Лондон. Радиостанция BBC продолжает передачу. Добрый вечер. Последний раз мы вещаем в предюбилейную нашу дату. Еще нам 10 лет не исполнилось, сегодня нам еще 9, но в последний раз, потому что на следующей неделе нам исполнится заветная круглая дата. И вот в преддверии этой даты мы любимых самых гостей приглашаем сюда за наш шестигранный севооборотовский стол и подводим разную статистику, которая лучше всего просуммирована в письме Анатолия Севцова. Я уже его упоминал, но еще раз вот зачитаю. Вот, например, о Леониде Владимировиче что-то говорится. Что касается памятных дат, то свежих выпусков не было всего 16 раз. 16 целых раз. Из-за них 11 из-за повторов и 5 по другим причинам. Всего-то 2 раза в год. Или, скажем, для лучшей ориентировки напомню, что 89 выпуск это была забастовка на BBC 15 июля 89 года. Ну и так далее. И тут разная другая статистика. Теперь давайте вспомним гостей, побывавших в лондонской студии более одного раза. Я называю первых 5 мест. 5 место Горбинщиков 9 раз. 4 место Владимир Буковский и Олег Гордеевский 11 раз. 2 место Наталья Рубинштейн 13 раз. Ну это понятно, потому что она наша коллега, она под боком. Ее всегда на интересный разговор можно вызвать. Но на первом месте, господа, под звук фанфар, хочу вам объяснить, объявить, что 18 раз... Нет, Сева, не фанфар. А кого? Ну он горный там, трубы. А чего, фанфары? Фанфары хорошо, да? Да, да, да. Под звук фанфар объявляю, что 18 раз, в 19 раз, это сегодня, в гостях у нас Виктор Суворов. Прошу любить и жаловать. Вот это да. Значит, тут мы можем коэффициент. Он же Владимир Богданович, Владимир Богданович, рады вас видеть в 19-й, а также будем... Рекордный раз. Большое спасибо моим всем слушателям за то, что они меня не забывают, и это только от того, что мы получаем письма, и меня приглашают снова и снова. Надеюсь, что будет и 20-й. Ну, это посчитай два раза в год. Надеемся. Если говорить точно, то 1,9 Суворова в год мы имели. Имели. Что очень неплохо. И надеемся, что у нас... Мы сразу можем уже будущие планы обсудить. У нас есть кое-что тут на февраль. Мы тут в предварительной беседе посидели и наметили. День Советской Армии? Да. День Февраля. Да. Вот, может быть, с этого... С этого начнем. Значит, если Бог даст здоровье, если все мы будем живы, здоровы, если BBC будет на том же месте... В тот же час. В тот же час. То 23 февраля или где-то в ближайшую субботу к этой дате, когда исполнится 80 лет нашей несокрушимой и легендарной Советской Армии, которой сейчас нет, но есть преемница ее, Российская Армия. Я постараюсь выйти в эфир. Я буду с вами. Я буду рассказывать разные занимательные истории о Советской Армии. Ну, хоть одну давайте, а? Ну, вот хотя бы одну такую. 23 февраля 1968 года я получил свою первую медаль. Это была медаль 50 лет Вооруженных сил СССР. Это была совершенно чудесная медаль. Сколько же вам было лет в 68-м году? Нам было лет, нам было лет, тогда 20 лет, но я завершал свой 10-й год Советской Армии. 7 лет в Красных Погонах, Валых Суворовских, и третий год курсантом высшего общевойскового командного училища. А Суворовское училище засчитывается в сроке войсковой службы? Нет, нет, присягу мы принимали после. Когда мы выпускались, мы принимали присягу на выпуске. Вот, то есть, это был очень жизненный опыт, который дал мне очень много. Там меня заквасили, конечно. А в срок службы это не включалось, но это была суровая жизнь, и я считаю это своей военной службой. Так вот, в тот день я получил свою первую медаль. А я большой любитель, у нас одна программа была посвящена орденам и медалям. Если бы можно 10, я бы вам принес еще орденов и медалей на 10 программ. Так вот, я получаю первую медаль, и я не носил ее на груди, потому что на парадной форме на грудь вешаешь. А в повседневную переоделся, и я ее зажал в руке, и вот хожу, и пока никто не видит, я любуюсь, и целую ее, зажму, и снова. И вот в тот день я решил учиться еще лучше. Я еще лучше буду учиться. И думаю, что же мне нужно сейчас сделать. Так вот, сейчас завершатся праздники. После праздников сразу 25 февраля 1968 года у нас семинар. Семинар по ленинской работе, тяжелый, но необходимый урок. И я начал это дело, решил, что я эту работу знаю почти наизусть. Потом думаю, почему почти наизусть? Да, я ее всю выученную изустью выучил. Как поэму Маяковского. Да, да, да. Вот я учу. И вдруг я делаю для себя открытие, что работа была написана 25 февраля. Интересно, вот в памяти вашей феноменальной, которая хранит обрывки и куски, а также целые части невероятных самых вещей, не осталось ли какой-нибудь строки из ленинской работы вот этой самой? Строки остались, строки остались. Ну, погоди, он сейчас до них дойдет. Так вот, значит, товарищ Ленин пишет работу, и я решил, чтобы вообще показать себя хорошо перед экзаменаторами, не просто выучить работу, но выучить и примечания к работе. Потому что, когда выступаешь на экзамене, и так, как бы, между прочим, говоришь, что работа была опубликована 25 февраля 1918 года в вечернем выпуске газеты «Правда». Вот когда вот такой, как рубишь, так невзначай. И сразу же к пятерке они обязательно плюс рисуют. Тут уже это железно. Я на этом и выигрывал. И вот я, выучив это, прочитав это, вдруг я сделал для себя небольшое открытие. Как же так? 50 лет назад, 23 февраля, было удивительной победой нашей советской армии, которую мы празднуем, которую мы, ребята, никогда не воевавшие, мы получаем за ту победу, получаем медали сейчас, через 50 лет. И 50 лет назад Ленин написал работу. А исторически как нам представляли вот эту победу? Ну, это исторически вот как. Что 23 февраля 1918 года первые отряды Красной гвардии, еще не было Красной армии, отряды, неорганизованные Красной гвардии, одержали свои первые героические, удивительные победы под Псковым и Нарвой, остановили немецких захватчиков, отбросили. И вот эти наши первые победы под Псковым и Нарвой стали нашим днем рождения нашей несокрушимой и легендарной Красной армии. И вот я, помня о том, что мы сейчас празднуем 50-летие тех первых побед, и тут же я обратил внимание, что ленинская работа, тяжелый, но необходимый урок, тоже 50 лет назад было. Победы 23 февраля, а работа Ленина 25 февраля. И тут меня вдруг снова осенело. Как же так? 23 февраля великие победы, 24 февраля товарищ Ленин получил известие о великих победах, и, кусая ногти и матерясь, пишет работу, тяжелый, но необходимый урок. Я почему и просил какие-то цитаты, потому что Ленина сейчас уже более не проходит. Ой, не проходит, как жаль, как жаль. И интерес к нему, так сказать, тот раньше был у диссидентов такой ернический интерес. Да, конечно. Многие в туалете держали труды Ленина и читали, просто выискивая в них противоречия. Но сейчас Ленина так вот просто читают. Просто не знаю. Ну, хорошо, Виктор. Итак. В чем смысл работы? Смысл работы в том, что эта пасть, я цитирую, эта неделя была для всего нашего народа тяжелым, горьким, но необходимым уроком. И дальше товарищ Ленин расписывает, что нас страшно побили там. И я сразу удивился вот чему, что люди, которые для каждого военного человека, это было в десятке, золотой десятке работ. Мы должны были эту работу знать, если не наизусть, то близко к тексту. То есть там все написано, что мы должны учиться военному делу. Что мы должны настоящим образом. Что и так далее, и так далее. Неужто никто никогда, я всегда в себе сумасшедшего подозревал, я сразу испугался за себя. Миллионы людей служили 50 лет в этой армии, миллионы и десятки миллионов. Неужто никто не обратил на эту близость даты? Ведь простое наложение, да, 23 февраля Великие Победы, а 25 февраля в вечернем номере правды появляется статья Ленина, которая одним только названием. Ее даже не надо читать. Тяжелый, но необходимый урок. Она опровергает все это. И вот с того момента у меня появился какой-то нездоровый интерес к Пскову и Нарве, к этим первым победам и к тому человеку, который эти победы одержал. Звали его Павел Ефимович Дыбенко. Он был потом расстрелян. Но я начал собирать, кто это, как это и так далее. И нашел удивительные, тоже открытые, никем не читанные почему-то материалы или кто-то читал, но не обратил внимания. Оказывается, Павел Ефимович Дыбенко писал объяснительную записку о победах под Псковом и Нарвой. Оказывается, его войска, его матросы бежали оттуда по снегу 120 километров из-под Пскова и Нарвой, добежали до пригородов Петрограда, нашли все паровозы и вагоны, которые там были, и стали, они сели туда и спасались. Они дорвали до самого Байкала. И обнаружив, что никто за ними не гонится, они решили возвращаться. И вот их поймали в Самаре. У меня есть воспоминания генерал-лейтенанта Калинина, который был солдатом, и в апреле месяце он ловил Павла Дыбенко, который одержал те победы. Он ловил его в Самаре, когда он возвращался с озера Байкал. Вот уж истинное выражение о том, что историю пишут победители. Точно. А представляете себе, что мы услышим 23 февраля 2020 года. Это называется затравил. А еще говорят так, что историю делают кровью, а пишут чернилом. Вот именно. Вообще история, поскольку это явление, так сказать, массовое, нет смысла, если один человек историю написал, и он же ее знает. История должна существовать для всего общества, для всей страны, для всего народа. А у народа есть избирательные свойства. Одни факты и взгляды население почему-то удерживает, а другие нет. Поэтому есть школа историческая, которая считает, что история, как массовое явление, так сказать, взглядов и философии человеческой, есть мифотворчества. И что миф, укоренившийся в умах большого количества людей, это вот, собственно, история и есть. Я с этим полностью согласен. И, допустим, на наших глазах творится один из этих мифов, допустим, сейчас, когда вдруг сверху пришел приказ объявить Жукова гениальным полководцем. Был хороший полководец, да, конечно. Потому что все так. Я не намерен сейчас критиковать Жукова и прочее. Но, допустим, 10 лет назад можно было о Жукове что-то сказать одно. Сейчас официальная пресса этого сказать не позволит. Допустим, то, что 10 лет назад можно было, что говорил Волкогонов 10 лет назад, 5 лет назад он этого уже сказать не мог. Уже то, что он говорил 10 лет назад, подвергали 5 лет назад, посылали на экспертизу. И он вынужден сам был взять свои слова обратно. Случай был. Ну, потому что Жукова посадили на лошадь перед историческим музеем. И теперь все. Это я это имею в виду. То есть на наших глазах творится такой миф. Не случайно, по-моему, Толстой сказал, что историю можно писать только через 5 лет после самого происшествия. Ну, вот сейчас и как раз. Когда все отстоится и отвеется. Но историческая правда, и это мне известно через мой профессиональный род деятельности, содержится не там, где мы ее ищем. Психологическая правда всегда заключена в простой популярной песне, которая пользовалась успехом в это самое время. И если эту песню проиграть, то возникает и ощущение времени, и настроение, и персонаж, и сразу видишь за песней, и архитектуру, и вообще, и поля, по которым там идут комбайны с косовицей обмолотом, и так далее, и так далее. Вот одна из песен, которую сегодня гость заказал, это песня под названием «Надежда». В исполнении Анны Герман он нам объяснит, зачем она ее попросила, пока мы ее услышим. «Надежда» На неизведанном пути, ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость. О песне доволен одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверишь, что здесь издалека Многое теряется из виду, Тают грозовые облака, Надежда, кажется, нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. О песне доволен одной, Что только о доме в ней пелось. Песня «Надежда» в исполнении Анны Герман Песню ты, видимо, слушал в свое время танковый офицер. И даже чуть попозже. Значит, история такая. Когда я работал во всяких таких грязных, Может быть, организациях, Говорят, разведка дела грязная, Был у меня резидент. Сейчас я могу назвать его имя. В аквариуме он назван так, А по-настоящему это был Валерий Петрович Калинин. Он был капитаном первого ранга. И звание контр-адмирала он не получил из-за меня. Так вот, когда мы работали там далеко-далеко от нашей Родины И делали не всегда очень чистые дела, Он мне говорил, что когда выходишь на операцию, Ты должен очистить свою душу от зла. Ты должен все, что в тебе есть плохого, Должен как-то выгрести из своей души И идти с чистой душой делать грязное дело. Это же тибетчина какая-то. Буддин в чистой воды. Ну вот. И всегда обычно идешь на операцию, И ты должен долго-долго крутиться, Три-четыре часа выскочить в горы, Потом в какой-то другой район, Где много людей, Потом где никого нету, И смотришь в зеркальце сзади, Есть за тобой, тебя обеспечивают и так далее. И в это время очищаешь свою душу. И свою душу я очищал Высоцким и Анной Германии. Вот сегодня у нас встреча была перед передачей с Виктором, Как в условленном месте, в условленное время. И у нас есть маленькая такая история наших встреч. Первый раз несколько лет назад, То есть вот 20 встреч назад наших официальных. Эта встреча состоялась в доме у Буковского, В городе Кембриджа. Я вышел из дома загадя, Сел в машину, но машина не завелась. Потому что там сел аккумулятор. И тогда я бросаюсь к телефону, Звоню Буковскому и говорю, Что я поеду поездом, И видимо придется мне запоздать. И когда я приехал в конце концов в Кембридж, То Виктор сидел там, Ну, не то чтобы он нервничал, Но ему немножко было не по себе. Первый раз он со мной встречался, Непонятно, что человек какие-то там звонки дает, То едет, то он не едет. И он мне сказал так, Вот сел в нашем деле, Он сказал так, Либо вовремя, Либо никогда. И я это выражение запомнил, И на все последующие встречи Пытался изо всех сил приходить вовремя. И сегодня я еду на машине, Которая завелась, И у метро Холборн Какой-то там небольшой пожар. Дорогу, значит, Преградили, Или частично преградили Несколько пожарных машин. И я думаю, Что ж такое, Неужели мне на три минуты придется опоздать? И к кому? К ледоку. Да, и я сидел, Страшно дергался. И ворвался я, наконец, В вестибюль, Там, где мы договорились встретиться. На бебесейских часах Было четыре минуты После часа. Но Виктор меня благодушно И даже великодушно успокоил. Он говорит, Все в порядке. И показал на свои часы, Ролекс. Ролекс. Которые были умышленно Отведены назад. На его часах Было без двух минут. Так что принципом своим Разведчики старые не изменяют. Но я скажу больше. Я приехал на метро И подъезжаю к этой станции Холборн И объявляют, Что там пожар на станции. Я видел этот же самый пожар. Поэтому я проскочил дальше. Но от того, Что был у меня запас времени, Я появился здесь вовремя. То есть вот этот самый час Ходил по привычке кругами. Да, вокруг кругами. Ну, конечно. Очищался Высоцкин и Анной Германи. И Анной Германи. Тогда моя очередь Рассказать историю Просевооборот. История вот какая. Значит, Недалеко от города Берлина Находится такое место, Называется Бернаун. Там находился штаб 20-й гвардейской армии. Армии это много все-таки. Там пять армий было в Германии. Вот 20-я гвардейская. Но там же находилась Шестая бригада ОСНАСС. Не спецназ, а ОСНАСС. ОСНАСС это разведка, Только не те, Кто, ребята, режут глотки. А это радиоразведка. А бригада, Мы понимаем, Как строительная бригада 20 человек, 30 человек. Военное понятие бригады Это 5-6 тысяч человек. И вот представьте, 5-6 тысяч наших хороших ребят С инженерным образованием. Часто солдат. Ну, очень грамотных. С электроникой сидят. И слушают день и ночь. Они слушают всю Германию. Прослушают все, что там. Где-то кто-то трепыхнулся. Американский танк сразу в эфир выходит. Они это дело секут. Но, имея такую электронику И такую возможность, Находясь у города Берлина, Дело где-то к самому уже закату Подходило нашей империи. 88-89 год. А я встретился как раз с ветераном недавно. Он сейчас живет в Швеции. Крутит большим бизнесом. В малиновом пиджаке ходит. Вот. Ну, я встретился с ним. И вот он мне рассказывает Такую историю. Значит, он там работал оператором. Там срочную службу сидит, слушает. Все нормально. Вот. И, конечно, по ночам, Когда никого нет. Они слушали всякие передачи. Не только американскую разведку. Вот. И, конечно же, Наши компетентные органы Догадывались, Чем занимаются наши ребята. 6 тысяч человек с электроникой, Которые призваны слушать эфир. И вот он сидит, говорит, В наушниках сижу, слушаю. Сидит, слушает. Открывается дверь. Нечаянно так потихонечку открылась. Со скрипом, Как царь-салтан заходит. Ну, да. Особнячок. Особист. Офицер из особого отдела. Чекист. Лап его. Ага. Застукал его. Ну, говорит, все, думаю. Все пропал. Конец света. Вот. Ну, тот его очень долго пугал. Обещал ему Всяческие там вещи Против него. Но. Кончилось это тем, Что чекист потребовал, Чтобы этот солдат Ему записывал нелегально Севый оборот И поставлял. Я вынужден сделать Объявление Те, кто слушает нас В понедельник На этом мы с вами прощаемся Севый оборот Выходит в сокращенном варианте В понедельник Но те, кто слушает нас Суббота и воскресенье Оставайтесь У нас еще впереди полчаса И вспомните уроки Виктора Суворовка Забудьте зло, обиду И очиститесь Звуками русской песни Коробейники Эх, полна, полна Коробушка Есть и сицы И парча Пожали душа Зазнобушка Мало детского плеча Пожали душа Зазнобушка Мало детского плеча Выйди, выйди Прошу высокую Там до ночи погожу Как завижу Черно окою Все товары Развожу Как завижу Черно окою Все товары Развожу Вот и пала ночь Туманная ждет Удал и молодец Чу! Идет! Пришла желанная Разложил товар Купец Чу идет Пришла желанная Разложил товар Купец Цены сам платил Немалые Не торгуйся Не скупись Подставляй-ка губки Подставляй-ка губки А я ближе К милому Садись Катя бережно Торгуется Все боится Передать Парень Парень Севицы Целуется Просит Цену Набавлять Парень Севицы Целуется Просит Цену Набавлять Вадим Козин Песня Коробейники В застойные годы Когда социалистическая непорочность Была еще не нарушена рынком Говорили, что в этой песне Воспеваются Нетрудовые доходы И кроме того Получение нетрудовых доходов И кроме того Этот каробейник Он в общем склоняет Юную крестьянку На аморальный поступок Аморалка Аморалка В общем как бы Внесемейные отношения Потому что только знает Ночка темная Как поладили Так что вот Нехорошая песня Да, но сейчас это Никого не волнует Потому что все торгуют И все склоняют И все склоняют Сейчас время наших Постоянных рубрик И Алексей Леонидов Бросит свой взгляд На события недели Я надеюсь Что эта история Понравится нашему гостю И он сумеет Проследить За ее сюжетом Ибо Вот Он писатель В некотором роде В некотором роде Хорошо Вот уже На протяжении 40 лет Имя Джозефа Крабтри Постепенно Приобретает Все большую популярность И известность Он был Всесторонне Развитым человеком Поэтом Изобретателем Интеллектуалом Возвышавшимся Над знаменитостями Конца 18 И начала 19 Веков Его достижения Приводятся в книге В составлении которой Приняли участие 200 академических умов Группирующихся Вокруг Лондонского Университетского Колледжа Ну например Крабтри Изобрел Велосипед Значительно Раньше Чем это сделал Официальный Изобретатель Велосипеда Он впервые В мире Предложил Международную Дистичную Систему Он изобрел Содовую воду И создал Так называемый Сиамский Или сдвоенный Двигатель Применяющийся На пароходах Он родился В 1794 году В местечке Чиппинг-Содбери Джозеф Вращался В кругу К которому Принадлежали Поэт Вордсвосс Философ и поэт Гет И писатель Сэр Вальтер Скотт Ученый Уильям Бэнкс Джозеф Много путешествовал Регулярно терпел Кораблекрушение Часто банкротился Что было результатом Деловых ошибок Он дожил До 100 лет И похоронен В Англии Недалеко от местечка Бронтес Книга О Джозефе Крабтри Насчитывает 342 страницы И называется Изречение Крабтри 1954-1994 годы Издатель этой книги Фонд Крабтри В общем Интереснейшая книга Для всех Кто интересуется Подобными вещами Или историческими Личностями Подобного рода Однако На этой неделе Стало ясно Что эта книга Величайшее надувательство Которому Нет прецедента Впрочем Надувательством Это назвать нельзя Это академическая шутка Которая развивалась Или разворачивалась На протяжении 40 лет Каждый третий вторник февраля месяца Это не 23 февраля Это раньше Каждый третий вторник февраля месяца Ученые мужи Собираются на великую пьянку Которая начинается тем Что один из них Делает так называемый доклад О достижениях Краб-3 Основанный на тщательных И подробных исследованиях Его деятельности Это такой английский Казмопрутку Ученый Одним из наиболее интересных Докладов последних лет Был доклад Выявивший Не слишком броские таланты Джозефа Краб-3 А именно Его перевод Экономических текстов Скотта На польский язык Есть основания Предполагать Что эта академическая шутка Продолжала бы развиваться Еще 40 лет Если бы не роковая ошибка Допущенная академиками Они решили Одурачить Газету Таймс Некоторое время Тому назад Газета Таймс Поместила фотографию Наброска Которой приписывался Леонардо да Винчи Я помню Я хотел делать заметку По этому поводу Но как-то так не получилось На этом наброске Был изображен Допотопный велосипед Вскоре выяснилось Что набросок Был сделан В 1960 году И не имел Никакого отношения К Леонардо да Винчи Однако Секретарь фонда Краб-3 Написал в газету Таймс Что если газета Действительно Желает найти Изобретателя велосипеда То не худо было бы Заглянуть в книгу Изречения Краб-3 А еще один специалист По итальянскому Периоду Жизни и деятельности Краб-3 Профессор Питер Армор Написал Что набросок Который приписывали Леонардо да Винчи Был на самом деле Сделан Джозефом Краб-3 Газета Таймс Писал профессор Газете Таймс Давно пора Поместить рецензию На книгу Изречения Краб-3 Чтобы этот Великий человек Занял почетное место В нашей истории Его гений Значительно превосходит Гений Леонардо да Винчи Известно Что прежде чем Что-либо Печатать Газета Таймс В отличие от Многих других Газет Проверяет факты Сотрудники газеты Начали поднимать Справочники Конца Восемнадцатого Века Начала девятнадцатого Чтобы найти там Хоть какие-то Сноски На Краб-3 Но таковых Не оказалось Шутникам Профессорам Пришлось сознаться Нет сомнения В том Что в третий Вторник Февраля То есть Через три месяца Они соберутся На еще одну Мощную пьянку Знаем эти английские Мощные пьянки Один джин с тоником Пьют четыре часа Но Алексей Мистификация О которой Рассказали Она конечно Не первая Это В мире было очень много Была замечательная Мистификация Когда Где-то В тридцатые годы Собрались Американские Литературоведы Славяноведы Специалисты По русской Литературе И один из них Который действительно Разбирался В русской литературе Вдруг понял Что все о ней Полные невежды Что ничего Они не знают И он решил Их Разыграть Разыграть Наказать Он встал И произнес Импровизированную Речь О русском Писателе Восемнадцатого Века Федоре Дмитриевича Лоровиче Который Вот написал То-то И то-то И то-то И то-то Рассказал Его жизнь И так далее И вслед за ним Стали подниматься люди И говорили Говорить об этом Лоровиче Так что мистификация Получилась Мне эта история Напомнила Игру Буриме Вот мы в частности Когда-то Когда я был молодым Мы ездили в Кавгал Оказаться на лыжах В поезде Там полтора часа Делать нечего Мы играли в Буриме Каждый Сочиняет строчку Следующий дополняет И так далее Вот это Принцип Этот самый Коллективный То что я вам расскажу Чистая правда В Барселоне Из тюрьмы Совершил побег Убийца Который сел туда Во-первых За убийство На почве ревности И он теперь Выйдя на свободу Поклялся Убить любовника Жены В полицию Пришли заявить О том Чтобы их защитила полиция Потому что Раз преступник на свободе Они имеют право На защиту От государства Тринадцать человек Пришло Попросили защиту В Америке Мардж Митчелл Такая женщина Это штат Мичиган Пришел домой Муж Пьяный Она его ударила Огурцом А там огурцы Знаете какие Парниковые Как дубина Как палка Полицейская Как он сразу И упал Ну началось Разбирательство И полиция Ей предъявила Обвинение Вот это называется Deadly vegetable По-английски Смертоносным Овощем Овощем Да Она его ударила И наконец Действительно История В Каунте Арма Здесь у нас Северной Ирландии Джон Лоренс В местечке Уэлл Форест Ему 46 лет И он занимается Тем же что и мы Он радиовещатель Пропал На почти четверо суток 86 часов Его не было Он уверяет Клянется и божится Что его похитили Инопланетяне По этим следам Направили людей Которые расследуют Это происшествие И человек Который был послан Расследует Сказал Я вам только одно Могу сказать Что четыре ночи Его не было И в легком пиджачке В котором он появился И в котором он исчез Он эти четыре ночи Не выдержал Сидеть в лесу Так что вот Над этим происшествием Есть фактически Такой Знак вопроса А вот вы пропустили Историю Исключительно В вашем стиле Потому что она Итальянская Значит какое-то время Назад На работу Взяли Ну слепой человек Их занимаются Их трудоустройством На работу Телефонистом Взяли слепого человека Каково же было Удивление Его начальника И всех остальных Когда несколько лет Спустя Обнаружили Что он зрячий Ну значит Дело серьезное Он Рассказал всем Что он всего Там год назад Был в церкви И он молился Богу И что там Была святая Какая-то женщина Которая вернула Ему зрение Его оставили На работе Красиво Да-да-да Это напоминает Мне анекдот Российский Который я тут Вытащил из интернета Выступает На какой-то Арабской конференции Один из премьеров Израиля И говорит Еще в Библии Написано Что говорит Вот Моисей Там что-то такое Вот вышел в пустыню Глядь А одежды нет Арабы украли Ставит Арафат И говорит Какие арабы Арабов там не было А тогда премьер говорит Вот именно с этого Я и хотел начать Сейчас юбилейные Памятные даты Напомнит Леонид Владимирович 2 ноября 1777 года 220 лет назад На пустынном плотов Предкавказье Была поставлена Крепость Ставрополь В 1935 году Через полтора века С лишним Город Ставрополь Уже к тому времени Стотысячный Переименовали Ворошиловск Но в годы войны Имя горе маршала Стало произносить Как-то неловко И с 43 года Опять стал Ставрополь А в 46 году Там приняли В комсомол 15-летнего Мишу Горбачева Он затем поехал В Москву В университет Потом вернулся В Ставрополь Уже членом партии Комсомольским деятелем Будучи первым секретарем Ставропольского Горкома партии В 1967 году Окончил местный Сельскохозяйственный Институт Надо же И городом правил И на лекциях сидел И экзамены сдавал Можете себе представить В то время преподавателя Который поставил бы Хоть тройку Не говоря уже Ниже стоящей оценки Первому секретарю Ладно Поздравим Ставропольцев с юбилеем Город этот Нам близок И симпатичен Оттуда ведь Недавно Прозвучал в эфире Сева оборота 3 ноября 1887 года 110 лет назад Родился Самуил Яковлевич Маршак Это имя Становится известным Гражданам России И Содружества Независимых Государств Когда они достигают Примерно Трехлетнего возраста Но люди всех возрастов Счастливо улыбаются Слышат такие Например строчки Не кому-нибудь А так Попугай сказал Дурак На дворе Овес жуя Закричал осел И я 2 ноября 1902 года 95 лет назад Родился Мой И очень многих миллионов Людей Любимый актер Михаил Михайлович Яншин Лариосик В днях Турбинных Булгакова Сэр Питер Тизул В школе злословия Шеридана Художественный руководитель Цыганского театра Румен И драматического театра Станиславского Вечная ему память 2 ноября 1917 года 80 лет назад Министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур Написал письмо Барону Ротшильду О том, что Правительство Его Величества Поддерживает Идею Еврейского Государства Это письмо Вошедшее в историю Как декларация Бальфура Воплотилось в жизнь Через 30 Трагических лет Лорд Бальфур Викон Тропрейн Скончался Увы В 1930 году И не увидел Государство Которое в свое время Правительство Поддержал Но Любой израильтянин При упоминании Имени Бальфура Благодарно Склоняет голову 7 ноября Произошло Несколько Любопытных Событий В разные годы Например В 1917 году Этот день Открылся в Смольном Второй съезд Советов На следующий день Как известно Ленин сообщил Съезду Что захватил Власть В тот же день 7 ноября 1917 года Родился человек Который Несколько позже Поставил Ленину Памятники В Софии И в Гаване А в Москве И Карл Маркс В штате Извал Бородатого Основоположника Скульптор Лев Ефимович Кергель И наконец 7 ноября 1987 года 10 лет назад Впервые Вышла в эфир Субботняя Вечерняя Передача Русской службы BBC Под названием «Все вооборот» Среди троих Ведущих Этой передачи Никакой текучести Кадров Пока не наблюдается 3 ноября 1957 года 40 лет назад Произошли два события Как бы между собой Несвязанных Пленум ЦК партии Вывел из президиума ЦК Как тогда именовалось Политбюро И исключил из ЦК Маршала Жукова На прошлой неделе Я докладывал Что за неделю до того Хрущев сместил Маршала С поста министра обороны Этого ему показалось мало И неделю спустя Строптилова Жукова Сурово наказали И по партийной линии А за что Спросите Это никогда Не было четко Сформулировано Как впрочем Не было потом Конкретно обосновано Свержение Самого Хрущева Действовала Кремлевская Как теперь Принято говорить За кулиса А второе событие В тот же день 3 ноября 1957 года Это запуск Второго искусственного Спутника Земли С собакой Лайкой На борту Заведомо Обреченной На смерть Ее Гуманно В кавычках Отравили Последние порции Еды В космосе Никакой особой Службы Человечеству Несчастная Лайка Не сослужила Просто Нужно было Отправить В космос Первое в истории Живое существо Американцы Запустили На орбиту Капсулу С обезьяной Только тогда Когда научились Возвращать Капсулу На землю И обезьяна Выжила Последняя Годовщина На неделе Опять Как в прошлый раз Музыкальная 4 ноября 1847 года 150 лет назад В Лейпциге Скончался В возрасте 38 лет Крупнейший Композитор Феликс Мендельсон Бартольги 20 лет Отруду Уже сложившимся Мастером Он впервые Посетил Англию И Шотландию Был принят При дворе Побывал гостем Сэра Вальтера Скотта В его шотландском Имении Абботсфорд Как Крэптри Впоследствии Мендельсон Несколько раз Выступал В Англии Он в частности Впервые Исполнил Здесь Пятый Фортепианный Концерт Бетховена Великобритания Вдохновила Мендельсона На сочинение Шотландской Симфонии И блистательной Музыки Шекспировской Пьесе Сон в летнюю ночь Подобно Бетховену И Чайковскому Мендельсон Оставил Только один Концерт Для скрипки С оркестром Но Так же Как у Бетховена И Чайковского Это крупнейшая Жемчужина Его творчества Я уже Этот весь Текст подготовил Это было в четверг А в пятницу Вдруг Прозвучала Колоссальная новость Оказалось Что Американский Профессор Ларри Тодд В Оксфорде В Бодлинской Библиотеке Нашел ноты Неизвестного Досели Фортепианного Концерта Третьего Фортепианного Концерта Мендельсона Он их Доработал И как раз Вчера В Лейпциге Где скончался Мендельсон Знаменитый Оркестр Гевандхауза Под управлением Курта Мазура Исполнил Впервые Этот концерт Очень трогательная История Курт Мазур Сказал Что этот концерт Напоминает ему Волшебный Скрипичный Концерт Мендельсона Ну в самом деле Волшебный Вот послушаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Леонид Владимирович Вот на тему Еще о музыке Меня поразило На прошлой неделе Сообщение Вернее Я слышал Кусок Это по радио Вот Вы прочитали Несколько строк Про попугая Попка сказал Что попка Дурак И мы привыкли К тому что попугай Повторяет какие-то слова Которым их можно научить Но я слышал попуя Который жил В семье Оперной певицы И он Колоратурным Сопрано Целые арии Засаживал И этот попугай сидит Очень похож Если бы он жил В семье скрипача Вполне вероятно Что скрипичным звуком Целый концерт Мог бы запомнить То есть попугай Говорит Не важно Что запоминать Слушайте У нас сегодня Сидит Виктор Суворов Ему же интересно Про попугая Дадим ему Вдруг следующий роман Вставят Тем более Что последнюю вещь Как я понимаю Он пишет Вот это уже Историческая книга Вот что Все его книги Исторические В общем то Если разобраться Но И вот давайте Как раз Воспользуемся Этим случаем И спросим его Какие же книги Он накропал Наклеветал Не наклеветал Мы выяснили Что у нас В год Здесь получается 1,9 Суворова На себе в обрате Что получается С книгами Что за статистика Когда на запад Произошел переезд И сколько книг За это время написано Так Значит Статистика Точно такая же Но это не переезд Был А перебег Мы сказали бы Перебег Совершился 10 июня 1978 года Если пригласите Меня на 20-летие Это будет Следующим летом 10 июня 20 лет За 20 лет У меня вышло 10 книг Примерно такое же Соотношение 1,9 Именно так Мы работаем Как я появлюсь На севообороте То прибегаю Сразу Быстренько Книжку Напишу Я думаю Есть смысл Назвать книги С самого начала Но же ледокол Все знают А вот остальные Остальные Первая моя книга Называлась Рассказы освободителя В России Она издана Как освободитель Так редактору Просто захотелось Но мое авторское название Это было Рассказы освободителя Это я прибежал сюда И мне было Так плохо Так так плохо Что Я должен был Выразить Я ненавижу тебя Армия И такое я там написал Сейчас бы я не стал писать Но Те кто служил в армии Говорят что я там Ни в чем не соврал Что она Именно такая Как есть У меня есть письма Солдат А сразу Выдав эту книгу Я Написал другую книгу Одну секундочку Да Я уже говорил Все в обороте Я эту книгу Рецензировал На английском языке Вот как Ну вот Большое спасибо Еще не будучи знаком Суворов Еще Ну И первая фраза Была такая Виктор Суворов Впервые Выехал за границу На танки На танки Спасибо большое Так оно и было Так вот Сразу же после этого Я Написал книгу Которая называлась Советская армия Проблема и решение А на русском языке Ее никогда не было Она вышла На английском языке И это была книга Месяца в Америке Книга Месяца в Британии Это была чисто Анатомия Советской армии Больше ничего Но Столько я наверное Любви вложил в это И сразу же тут возникли Противоречия Противоречия Люди говорят Как же так Ты написал Вот эту книгу Что плохая армия И вот эту книгу Что она такая хорошая Лучшая армия Великолепные генералы Лучшие танки мира Эй Товарищи Отвечай на вопрос Ну я сказал Что ты убогая Ты обильная Не мной сказано До меня Вот И если мы смотрим На Россию То ответить на вопрос Это богатая страна Или бедная Это самая богатая Страна мира Это самая бедная Мы глупые Или мы умные Мы гениальнейшие Мы самые умные В мире Ну и в то же время Бывают и дураки Случаются Вот То есть Эти противоречия Они в нас И вот эта книга Она была Дала мне толчок Но на русском языке Я ее не хочу Публиковать Потому что Была книга Которая Книга момента Актуальная Как горячие пирожки Ее хватали здесь все Но я не хочу Своих читателей Сейчас кормить Окаменеловыми Пирогами Но в полное собрание Сочинений Это войдет Когда-то Потом были у меня Учебники ГРУ Называлась Одна книга Советская военная разведка И спецназ Но это были Тоже они никогда На русском языке Не вышли И я тоже Не хочу сейчас Когда я Тогда говорил Что Брежнев Не очень умный человек То это было что-то Это был подвиг Да С моей стороны Хотя бы поступок Сейчас Люди просто Смеяться будут Скажут Мы это тоже знаем А потом Был у меня Аквариум Это прогремела книга А потом уже был Ледокол Над ледоколом Я работал С самого первого дня Но Эта книга Требовала Очень много Времени Слишком Много нужно было Собрать материалов И продолжение Ледокола День М Последняя республика А кроме того Я всегда писал Всегда с детства Писал Детективные истории Я всегда их У меня их написано Очень много Я их просто сейчас Достаю Из Чердака Из других мест И публикую Сейчас Вот был контроль Курсантом Курсантом Медалистом Сидел И строчил Детективные истории Строчил в уме Я просто Чтобы Когда мне было Очень плохо Очень-очень плохо Я сочинял сам для себя Истории Или для своих друзей Это чердак Это голова Фактически Да Чердак Это голова В прямом И в переносном смысле Но Кое-что Я приехав сюда Когда мне Было очень трудно С ледоколом Когда читаешь Ее легко читать Но это куплено Огромным напряжением Переписыванием Тысячу раз И я не мог спать Я просыпался ночью И мне эти дивизии Не давали Спокойно уснуть Я не мог спать 138-я дивизия Ага Здесь 31-й стрелковый корпус 47-й Ага Генерал Вареников И так далее И так далее Я не мог от этого Отключиться И я понял Что я отключиться Не могу И решил тогда Просто не отключаться А переключаться Писать детективные истории О том же времени О Сталине О его разведке Но как бы Переключаться На другую фазу И на этом родились мои Если бы вы были скульптор Вы бы все слепили Из пластилина Да Может быть И вот был у меня контроль Выбор Сейчас вышел В Москве Будет государин Последний миллион И так далее Если Бог даст здоровье Вторая линия творчества Вторая линия творчества Суворова Я позволю себе выразить Пожалуйста Мольную мысль Пожалуйста Брежнева Нельзя было тогда Назвать дураком Хотя многие это делали Я могу сказать Кто Я позволю себе Крамольную мысль Если бы не было Исторических шедевров Суворова Ну в частности В частности назовем два Аквариум и Ледокол То может быть Издательство Не так охотно издавали бы И детективы Того же автора Может быть Да Я с этим согласен Хотя Я должен заметить Вот что О всех моих книгах Всегда говорили Или Очень положительно Или очень отрицательно У меня есть Письма От моих читателей Которые Пишут Что Контроль Затмил все Что я Написал Ну вот Леонид Владимирович Смеется Но есть у меня Такие отзывы Что это Выдающееся Произведение Что я не должен Был тратить время На ледокол На аквариум И так далее А прямо начать С контроля Прямо начать С контроля Там просто У писателя Есть две ипостаси Одна военная Логическая Фактическая Историческая И прочее Где Так сказать Сила вне эмоций И вторая Где выплескивается Его внутреннее Нутро Ярво 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 А насчет Брежневых Умственных способностей Брежнева Есть такой писатель Анатолий Гладилин Да я его знаю Живущий Известный писатель Живущий в Париже Он одно время Бегал по Парижу И скупал Все издания Брежнева Ему говорили Сумасшедший Что ты делаешь Он говорит Вы ничего не понимаете Вот как только Это все кончится Не останется Ни одной этой книги Это будет Библиографическая редкость Я буду продавать библиотеку Правильно Да В общем Что такое У нас есть книжка Которую я купил Мы консультировали В кино одно время И я купил Книжку Наш Леонид Ильич Брежнев Чудовищные фолиантные Меловые бумаги Чистая макулатура Но рука не поднимется Так буду переезжать С места на место Эту книгу Так и пронесу По всей жизни Потому что в нее Уже как бы Вложена Вот эта вся ее редкость Над чем Над чем Виктор Суворов Сейчас работает Я сейчас Завершаю книгу Которая Называется Очищение Как всегда Я Эта книга О Тридцать седьмом Годе Году Или как Иначе выразить Так вот Эта книга О Сталине О Тухачевском Как всегда Я Использую Только официальные источники Как всегда Все Я ставлю С головы На ноги Или с ног на голову Как хотите Но взгляд Очень необычный Книга будет скандальная Я думаю И я надеюсь С удовольствием Сказал он Скромно подвел Я думаю Что Будет много отзывов У меня совершенно Другой подход К этому Виктор Английская пословица Гласит Противоречие Залог успеха Спасибо Мать успеха То есть Тухачевский Ночью приходит Вылеплен из пластилина Да Это был заговор Я пишу о том Что Сталин Освободил страну От заговора Спас страну От заговора Понятно Ну что же Девятнадцатый раз Сегодня мы с вами Встречаемся И уже двадцатую встречу Наметили Так что пожелаем вам Истекший период Мы его отмечаем И тот период Который остается Писать 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 Мы прощаемся с вами До встречи В том же месте В тот же час КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok